Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в уникальном месте, которое называется Краснополянская опытная станция пчеловодства. Это место, где был выведен отдельный краснополянский тип пчелы. И сегодня мы с вами встречаемся с Анной Зиновьиной. Анна Зиновьевна, доброе утро! Доброе утро! Хочу вам представить, Анна Зиновьевна, это директор Федерального научного центра пчеловодства. И за время своей командировки, получается, сюда она согласилась нам показать опытную станцию пчеловодства. И мы с удовольствием сейчас проведем экскурсию по ней для вас. Доброе утро! Сейчас мы переместились на пасеку, которая находится непосредственно на Краснополянской опытной станции пчеловодства. Вместе с нами находится Денис, младший научный сотрудник. Денис, давайте немножечко проговорим, наверное, про важность пчел. Почему они так важны для человека и его продукты жизнедеятельности в том числе. Ну, а потом перейдем к самому интересному. Откроем улья и посмотрим, что там внутри. Ну, пчела, как нам всем известно, очень важна для человека в плане, что она является пылителем сельскохозяйственных культур. То есть сельскохозяйственная культура, как мы все понимаем, это наша пища, еда, да. И это очень значимо в плане в том, что если пчела исчезнет, то нам нечего будет кушать. То есть это вот банально, просто. То есть это как источник питания. Также продукты пчеловодства, такие как ВОЗ, прополис, применяются в промышленности очень широко. Ну, для всех, как известно, что само застроение, то есть ни один самолет сейчас не взлетает без применения воска банального, да, простого, которое натуральное. Также в строительстве применение тех же различных прополисов и воска, это обработка древесины, особенно актуально в последнее время, так как много везде химии, это натуральное, то есть, ну, забота о здоровье человека. Более 150 сельскохозяйственных культур, которые опыляют пчела. То есть большое значение для сельскохозяйственной отрасли имеет как опылитель. Мы сейчас с вами находимся на пасеке, непосредственно давайте посмотрим, что находится в улье. И банальный вопрос, серая горная пчела, она известна своей миролюбивостью, но мы с оператором перестраховались, надели сетки, а вы даже вообще ничего не надели. Это дело привычки или доверия уже к тому, что делаете? Это, назовем так, дело привычки, да, то, что, ну, сетки, допустим, нету, да, когда, конечно, работаешь, ну, в большом, ну, целый день, да, все-таки сеточку иногда накидываешь, да, и работаешь сетки. А так она, пчела позволяет работать без сетки. Комбинезон у меня обязательный, потому что это, ну, форма, ну, одежда, это техника безопасности на пасеке, то есть комбинезон я всегда одеваю. Вот, пчела действительно миролюбива, сейчас мы это посмотрим, это увидим, что она не бросается, она спокойно сидит на рамке. Ну, я предлагаю перейти и посмотреть. Пчела относится к краснополянскому типу. То есть это тот тип, который был выведен непосредственно здесь, правильно? Да, да, то есть это тип серогорно-кавказской породы пчел. Пчела абсолютно серенькая, то есть она спокойная. Серенькая имеется в виду, ее цвет серый, да. Да, по цвету, то есть она однородная. Они разве отличаются по цветам, то есть они могут быть нечисто серыми? Да, но есть это породы пчел, где есть желчизна. Есть породы пчел, что это абсолютно более темные, то есть ближе к черному цвету. То есть, а это пчела серая. Она немножко вот сейчас понервничала, что мы ее достаточно резко открыли, потому что давно семью не открывали. То есть запрополисовано все. Все, она сейчас успокоилась. То есть все, она здесь... А, то есть можно чуть-чуть поближе подойти, да? Да, она уже все успокоилась, то есть ей это... Она очень спокойная, то есть. Отличительная черта серогорно-кавказской породы пчел, это мокрая опечатка меда. То есть есть светлая опечатка меда. Вот здесь с этой стороны, ну так, мокрая, да? Тут немножко посветлее, но она тоже мокрая считается печаткой меда. Есть прямо светлая печатка меда, она белая. То есть не темная, вот как вот здесь в крышечке. Вот. Пчела, смотрите, спокойная. То есть она спокойно передвигается по рамке. Никуда не бежит, никуда не торопится, не стекает. Она вот, мы ее открыли, а она дальше продолжает уже работать. То есть это тоже отличительная черта серогорно-кавказской пчелы. Вот, спокойненько она работает. То есть все... По селекции, да, есть вопрос по серогорно-кавказской, которую проводил Краснополянская опытная станция и проводит. Было выведено в свое время шесть линий, ну, назовем так, на основе которых, да, был создан краснополянский тип серогорно-кавказской пчелы. По хозяйственным полезным признакам отличается от серогорно-кавказской пчелы, то есть, ну, скажем так, изначального материала, который бы проводился селекцией. Это по хозяйственным полезным признакам. Это на 40% больше пчелы в весенний период, до 40% больше объем рабочей пчелы. И в летний период, когда в основном медопродуктивность, это на 20-30% больше рабочей пчелы. То есть объем пчелы для сбора нектара. Поэтому и медопродуктивность пчел увеличивается тем самым. И получается, как хозяйственный полезный признак медопродуктивность для пчеловодов, для конечного покупателя племенного материала, это очень ценно. Денис, а раз мы заговорили о различных характеристиках, расскажите тогда в целом немножко о цикл жизни пчелы. И получается из ваших слов, что она занимается сбором материала не только летом, но и весной, конкретно краснополянский подвид. Медопродуктивность. Да, мед. Давайте, смотрите, есть несколько циклов жизни. У пчелы, не самой пчелки, а у пчелиной семьи. А вот в ящике, как его правильно улей называть, а здесь одна проживает пчелиной семьи? Здесь несколько. Здесь две пчелины семьи. А то есть получается разделенная перегородка. Это одна, это вторая, да? Да, да. Есть где уля, где одна. Вот, допустим, здесь вот одна проживает. Можно тоже потом посмотреть. Здесь две, то есть они через перегородку. Денис, а расскажите, пожалуйста, сколько пчел вот в одной такой пчелиной семье находится? Здесь вот сейчас примерно обсиживают очень плотно, примерно около шести улочек, да, примерно. На шести улочках примерно, ну, примерно полтора килограмма пчелы. Вот, примерно, ну, чуть больше, может быть, чем полтора килограмма. Это около восемнадцати тысяч особей. Ну, около восемнадцати-двадцати тысяч особей. То есть здесь сейчас находятся вот пчелины семьи. Денис, а расскажите, пожалуйста, у вас за спиной находится такой интересный агрегат, называется демарь. Вот, а для чего он вообще нужен на пасеке? Ну, он не, скажем так, больше всего принято считать, что это как отпугивает, да, пчелу, но это больше всего как успокаивающий инструмент, то есть для пчеловода, чтобы успокоить пчелу. То есть, получается, мы открываем улей и потом... Да, даем клубки дыма, дым. Как, скажем так, эволюции устроено, в процессе эволюции устроен был процесс, инстинкт выработан у пчел к дыму, то есть к пожару. То есть пчелы, исконное место обитания, это лес. То есть, если когда появляется дым, когда пожар в лесу, то есть происходит, у них инстинктивно они убегают от этого дыма. То есть, и поэтому один из механизмов управлять пчелами, когда ты с ним работаешь, это дым. То есть все устроено на уровне инстинкта. А дым вы забрасываете туда деревянные дощечки, в принципе, любые какие попадуты или определенные? Это гневушки, по идее, любые. То есть практически любые, которые не дают горячий дым. То есть раститель, это больше всего не хвойные растения, то есть деревья. А получается, что дым, он не должен быть слишком горячий, да? Да, то есть, чтобы не обжигать пчелу. То есть есть дым, который горячий, это хвойные растения, то есть дают более высокую температуру, чем лиственные растения. Практически лиственные растения все подходят для дымаря. Мы сейчас с вами переместились, как вы говорите, к одной из самых красивых пчелиных семей. Давайте немножко вообще про цикл ее жизни поговорим. Ну, смотрите, когда мы все радуемся, как говорится, жизни, это весной. То есть первый цикл это весна, когда прошла зимовка, растаял снег, стабилизировалась температура на улице, да. Когда мы радуемся жизни, да, это весенний период, когда все пробуждается, когда начинает таяние снега, деревья выбрасывает листву. И у пчелиных семей тоже начинается в этот период один из самых интересных циклов, это весеннее развитие. Самое интересное в этом развитии весеннем, это что одна особь может себе вырастить только себе одну подобную. То есть это очень важный период, когда они должны готовиться уже к летнему периоду. Матка начинает яйцекладку, то есть появляется расплод в этот период. Сейчас мы найдем печатный расплод, я вам покажу, как это он выглядит. Вот они, скажем так, детки будущие, то есть это будущая пчелка, сейчас это детки. Это детки такие? Вот они, да, вот она, запечатанные ячеечки. А, запечатанные, это дети. Да, 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 то есть это будущие пчелки, то есть отсюда будут выходить молодые пчелки. Весной одна вот такая особь в себе может вырасти вот в весенний период, то есть первый, одну только себе подобную пчелку. То есть это очень важно знать пчеловоду, чтобы дать дальнейшее развитие пчелиной семьи. Когда происходит замена пчелы, то есть зимней, назовем весеннюю пчелу, переходим к следующему этапу жизни, это интенсивное наращивание пчелы. То есть тогда уже одна пчелка может себе вырастить подобных 2-3 пчелы, и тогда начинает рост пчелиной семьи, то есть она начинает расти в плане в том, что количество особей увеличивается. И тем самым происходит подготовка к третьему периоду. Это саму процессу сбора меда, то есть когда пчелиная семья увеличилась, она уже способна собирать нектар в большом количестве, это во время цветения начинается в нашем условиях, это начинается ввести липа, каштан, когда основной медосбор начинается у пчелиной семьи. После того, как пчелиная семья отработала на медосборе, у нее начинается следующий этап подготовки к зимовке, то есть к зиме. Сейчас у нас идет подготовка к зиме, сейчас она наращивает зимнюю пчелу, то есть вот это вот уже пчела, которая уйдет в зиму, то есть вот здесь вот, который вот расплод мы посмотрели с вами. И когда она уже нарастит, то есть определенный объем пчелы, она пойдет в зимовку. И заключительный этап, скажем так, в годовом цикле, это зимовка пчел, то есть она уходит в зиму, когда у нас появляется холода, выпадает, ну на побережье это редко, да, что выпадает снег, а в нашей горной зоне и предгорье, то есть снег это нормально, то есть здесь, то есть выпадает снег и начинается зимовка. Во время зимовки это безрасходный период, то есть расплода нет, они не выращивают расход. А вот что с ними происходит зимой? Они просто зимой, они получаются, они просто сжимаются, то есть и те корма, которые оставил пчеловод на зиму, они их просто поедают, они просто пережидают эти холода, то есть морозы, снег, непогоду, то есть пережидают, находясь в угле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова